приветствую вас друзья сегодня в этой студии я вместе с очень интересным человеком с дударевым андреем николаевичем андрей николаевич теолог исследователь иудейской и христианской религиозной философии вовлечен в проблематику иудеи христианского диалога а также андрей является православным верующим и вот сегодня андрей очень интересно задать вам пару вопросов и первый вопрос о том как вы в общем то пришли в своей жизни к вере к вашему опыту понимания важности израиля в богословии христианском и в общем то что вы обнаружили было бы очень интересно узнать расскажите пожалуйста ну я хочу во первых поблагодарить за приглашение за возможность участвовать вот радио христианском диалоге с возможность каких-то дискуссий каких-то общих размышлений какого-то духовного поиска но немножко расскажу до себе как я пришел к богу в церковь почему вот тема иудаизма израиля меня тоже заинтересовала ну понятно что я буду как-то не всю биографию рассказывать какие-то такие штрихи какие-то может быть существенные моменты ну скажем так в девяносто шестом девяносто седьмом годах у меня случился такой большой жизненный кризис я окончил институт и не знал в общем то как и что мне делать с чем заниматься и какие-то вот все мои жизненные ориентиры жизненные планы они как-то вот рушились вот при этом я тогда увлекался и чтением философов каким-то поиском вот читал там допустим ниша венштейна там других авторов канты и так далее и испытала то что григорий сломаш померанц назвал метафизической пустотой любезной я вот как бы почувствовал в жизни что мне наш нет ни на что больше опереться то есть возникло как бы ощущение того что вот какой-то жизненной опоры нет что как абсолютное какое-то вот состояние близко каком-то небытию вот и я стал думать ну как же должно быть какое-то основание должна быть какая-то опора в жизни у человека ведь как-то так вот без опорта сложно жить и в этот момент мне вспомнились слова из нового завета где сказано такие слова что главные заповеди в законе это любовь к богу любовь к ближнему я подумал вот буду на это операция вот если ни на что не могу опереться другой вот буду опираться на на эти две заповеди я стал пробовать так вот жить в жизни жить по за за по заповедям у меня получилось три дня три дня и так продержался до неплохой результат ну вот как бы мы это было искренне усилия то есть я сознательно вот стремился к тому чтобы так вот жить тоже до этого я не было такого такого решимости что здесь я сознательно решился вот так вот жить и прожил три дня вот и на третий день я ощутил касание вечности то есть то что вот иногда принято в христианской традиции сказать излияние духа святого вот и после этого у меня возникло ощущение ну конечно эйфории и конечно вот какого-то полета и конечно какой-то вот радости открытости но при этом это ощущение оно было ну скажем так оторванным от земли от почвы и после этого мои какие-то поиски они очень сильно поменялись я стал читать священное писание я прошел оглашение воцерковился поступил вот в богословский институт отучился там четыре года и дальше продолжались какие-то мои поиски но при этом душа ваша влекла вас к православ да ну да душа в меня влекла вот к поиску какого-то вот дальнейшего движения то есть опыт ощущения действия духа в жизни у меня уже был но у меня не было того что я не мог удерживать равновесие скажем так потому что литература вот чем я раньше занимался и классическая допустим философия они как бы меня разрывали разрывали на части мне не удавалось самого себя собрать а мне было очень важно собрать себя свою жизнь вот и постепенно когда у тебя начал воцерковляться моя жизнь стала собираться стал собираться как вот какой-то пазл из различных кирпичиков вот и мой интерес к иудаизму как раз заключался обнаружился в тот момент когда мне нужна была поддержка и помощь если христианство она во многом акцентирована на какое-то действие духа спиритуалистичность направление к небесному христос воскрес мы тоже все воскреснем вот это вот стремление войти в вечность вот это вот радость мессианского такого разворота вот скажем так жизнь до вот этого события встречи у меня было допустим наоборот какая-то материалистическая какие-то вот устремления самые что называется простые а иудаизм помогал это все соединить то есть он помог мне соединить земное и небесное то есть вот в этом практическом плане он ну читая еврейских мудрецов читая каких-то вот авторов иудейских ну конечно и книги ветхого завета у меня как-то стало получаться я чувствовал за этом правду за этим направление чувствовал правду и какую-то опору который я не всегда находил в христианстве потому что христианство она все-таки слишком вот стремится улететь на небо да вы правы да иудаизм это все несколько удаизм это заземляет сдерживает но при этом очень практическая да при этом да да и при этом я находил к такой вот равновесие и вот возможность найти это равновесие конечно же вызывала во мне и дальнейший интерес я уже потом стал углубляться вот и в изучение других философских текстов уже там религиозных авторов вот и какие-то поиски тоже продолжил уже и христианскую традицию я к этому времени изучил глубже что самое может быть существенное и моя жизнь как-то стала выстраиваться у меня наладились дела вот на работе допустим семья появилась жена дети и как-то все это я чувствовал во всем этом божье участие вот вот это вот очень важные конечно действия иудейских книг здесь очень сильно помогло то есть потому что но это то что давало мне опору то что помогло соединить людейской литературы на тот момент но я помню я помню была такая книжка толстая равинта по фамилии телушкин еврейская мудрость конечно хорошо знаю туда я ее прочитал и мне она очень понравился начали еврейский мир я читала его же по он называть еврейские ценности с нежели цены там две таких толстых и может быть еще какие-то были я помню она произвела мне тогда такое радостное впечатление какой-то и добрый веселое и простое там не было каких-то вот заумных ходов как например у иммануила канта в его каких-то вот исследованиях то еще что ты вот это вот возможность прикоснуться вот к этому всему причем но с достаточно простым в общем то каким-то вот с открытым каким-то с открытостью вот и самой традиция выяснилось что это открытая традиция она приглашает в себя как бы войти всех то есть она ориентирована на весь мир то есть готова делиться вот этим всем и мне конечно это очень понравилось очень насколько вам как православному человеку было легко или нелегко соединять вот то что вы нашли в иудаизме вот в этих практиках религиозных иудаизма в еврейской мысли соединять это с христианством православии что было легко и что было нелегко так скажем ну вы знаете дело в том что мой духовный опыт он начался до того как я вошел в православную церковь и поэтому мне с этой точки зрения было легко вот но потом когда я глубже вошел в православную традицию я познакомился что конечно же есть некая полемика между христианами и иудеями вот и в этой полемике есть уже определенные какие-то движения есть философы которые вот размышляли на эту тему например известные вот православные ориентированные мыслители такие как соловьев бердяев булгаков вот они много чего написали вот я с этим конечно совсем тоже знакомился читал пытался понять их пытался понять свою православную сторону что здесь и конечно этот вопрос он разветвился на очень много других вопросов на собственно сути традиции христианской и иудейской причинах конфликта который произошел вот 2000 лет назад о том что сейчас происходит вопросов появилось только больше я понял я понял что на эти вопросы надо отвечать и поэтому у меня уже интерес такой появился больше творческий как бы я чувствовал вопрос и для себя воспринимал этот вопрос как некую творческую задачу важно отметить что вот например трое означенных мыслителей о которых вот я сказал бердяев булгаков и соловьев они жили до создания государства израиль и поэтому их мысли были в каком-то смысле был как мне как бы некоторый недостаток информации потому что события создания государства израиль это на мой взгляд очень важное в духовном плане события и они как чуткие мыслители обязательно на него бы отреагировали но к сожалению они просто не дожили до этого и поэтому если мы пытаемся в православной традиции в иудео христианском диалоге опираться на них то это не совсем корректно делать потому что у них нет вот этого знания которые мы получили вот достаточных размышлений наверное да 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 конечно вот есть другие мыслители например вот иудео христианского диалога но правда в очень ограниченный очень ограниченно обращались например отец александр шмэмон отец александр мень известно в православной среде да и не только я думаю книга александра салженицына 200 лет вместе но эта книга скорее не иудео христианском диалоге она скорее отношениях русских и евреев и она лишена вот той самой богословской глубины и поэтому это такая полемически заостренная книга с которой многие как бы спорят вот но важно понимать что салженицын писал не в попытке развязать иудео христианский узел а в попытке просто составить некую историческую вот средства сники срез до из-то исторический срез собственно как он в других своих книгах делал например в архипелаг гулаг того что происходило вот в этих христианских отношениях его вклад конечно очень важен но очевидно недостаточен очевидно этого мало для того чтобы если мы хотим продвигаться дальше вот а таких движений потому что продвигаться дальше к сожалению пока еще не мало пока еще мало вот и в теоретическом плане и в плане каком-то практическом потому что православие как мне представляется это довольно инерционная такая вот богочеловеческая реальность до решения там принимаются очень медленно на соборах епископы как правило думают совсем о других вещах они а диалоги и даже в богословских институтах тоже эта тема она как-то так вот где-то под спудом лежит и в общем-то широкой какой-то дискуссии не возникает но я думаю ничего страшного я думаю что нужно просто искать инициативных людей опираться на какие-то их на каких-то личности которые ищут здесь что-то потому что всегда движение начиналось вот каким-то харизматическим образом а дальше уже какие-то харизматические движения могут подтянуть за собой уже и какие-то другие действия вот может быть очень интересно все что вы рассказываете хочется задать еще массу вопросов я думаю что я еще буду иметь возможность это сделать следующих наших выпусках насколько мне известно православие это единственная христианская конфессия которая не сделала своей работы над ошибками и ревизии своего отношения к евреям к израилю своего богословия католики это сделали и на втором ватиканском соборе до 62 65 год выпустили декларацию 65 году ностра и тата до наше время где сделали ряд очень важных заявлений о том что значит евреи сегодня для церкви израиль и еврейское толкование писаний признали настолько же значимым как и христианское все протестантские сообщества до протестанты они в основном разрозненно но собираются в сообщество и вот эти сообщества все сделали тоже свои заявления подобного плана и на сегодняшний день я знаю что единственное это только православная церковь ну как-то вот глобальной ревизии не сделала как вы сказали поэтому вот ваш опыт ваш путь ваше озарение в этом вопросе она представляется ну крайне интересным потому что все таки когда мы говорим о церкви мы не только говорим о соборах священниках да синодах о принимаемых законах каких-то и богослужебных практиках мы говорим о людях прежде всего о людях которые что-то понимают о людях которые заинтересованы в этом диалоге до движутся и в этом смысле большое вам спасибо за вашу открытость за стремление и за то что мы с вами сегодня здесь можем вот так сидеть общаться разговаривать на эти темы которые нас связывают спасибо большое спасибо вам тоже за общий интерес за приглашение и вы правильно сказать что православная позиция еще не сформирована но это не значит что она не может быть абсолютно мы вместе будем я думаю двигаться вот к это к этому тоже абсолютно точно спасибо большое андрей спасибо юлиан